Ну и переносимся на Ближний Восток. Жертвами взрыва в столице Ирака стали 9 человек, 30 раненых. Заминированный автомобиль подорвали накануне вечером в многолюдном районе центра города. Ответственность за атаку взяли на себя террористы ИГИЛ. Сообщается, что в авто со взрывчаткой находился человек, предположительно смерть. После взрыва загорелись десятки машин, которые находились рядом. Экстренные службы продолжали работать на месте происшествия всю ночь. В Сирии накануне произошло сразу 6 терактов. Их жертвами стали больше 50 человек. Сообщения о взрывах в разных городах Сирии начали поступать практически одновременно. Три прогремели в Хомсе. Двойной теракт произошел на въезде в Тартусе. Пятый в пригороде Дамаска. Еще один на блокпосте курдской полиции Асаиш в городе Эль-Хасаки. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ. Накануне в Кабуле прогремели три взрыва тоже все в один день. Два из них рядом со зданием МВД Афганистана. Подорвались два террориста-смертника. Еще один в центре афганской столицы. СМИ сообщают, что целью была гостиница, где часто останавливаются иностранцы. Часто число жертв атак более 30. Пострадали больше сотни. Ответственность за теракт взяла на себя радикальное движение Талибан. Продолжение следует... Продолжение следует...